В наших прошлых уроках я рассказывал о работе в программе Adobe Premiere Pro, а также объяснял, что такое цветокоррекция и для чего она нужна. Пришло время объединить эти темы и узнать, как делать цветокор в Premiere Pro. Для этого нам понадобится стандартная панель Lumetri Color. Предлагаю вам ознакомиться с подробной видеоинструкцией. Предположим, вот мы с вами засняли видео и мы видим, что на этом видеоролике у нас не хватает света. Или наоборот, света слишком много. Как это можно исправить? Так вот, это можно исправить с помощью цвета Lumetri. Или, допустим, камера у нас снимала, свет падал так, что у нас человек немножечко зеленоватый. Все это можно исправить с помощью панели Lumetri Color Premiere Pro. Так вот, эта панелька у нас находится вот здесь вот справа. Мы показываем на Adobe Premiere Pro 2018 года. Стандартное расположение. По умолчанию, вот цвет Lumetri. И здесь вот у нас уже открывается наша панелька. Есть несколько способов, как добавить цвет нашей картинки. Или как мы ее можем изменить. Ну, во-первых, мы с вами можем добавить какой-нибудь шаблон. Либо сделать его самому. Вот, допустим, смотрите. Мы можем с вами поменять интенсивность. То есть, видите, у нас становится темнее. Либо светлее. Четкость поменять. Видите, картинка становится четче. Либо более размывчата. Как вообще работает? Вы сделали видеоролик, сделали проект. После этого вы уже просматривая проект, какие-то видеоролики, какие-то моменты. Вы хотите осветлить или какие-то моменты вы хотите затемнить, какие-то изменить. Так вот, это все делается с помощью панели Lumetri Color. Здесь вы можете красочность изменить. То есть, здесь полазить вы найдете многое. Вы можете оттенок тени сделать здесь. Видите? То есть, вы можете здесь как угодно издеваться. Вы можете здесь подстроить очень качественно, очень круто цвет лица. Так, чтобы он выглядел... Не видно было, что это снималось на камеру. То есть, это мы сейчас с вами работали с отдельным кусочком видео. Вот видите, отдельный кусочек видео. Но, вот мы сделали с вами коррекцию. То есть, да, вот у нас на этом видеоролике она будет, а здесь ее не будет. А мы хотим, допустим, чтобы она была на всей плоскости. Потому что вот у нас везде есть какой-то дефект, и мы его хотим исправить. Ну, допустим, к примеру, вот мы сделали там вот так вот, да. Там контрастность поменяли. Немножечко и тени добавили. Сделали там белые. И мы можем ее добавить либо отдельно вот так вот на каждый ролик добавлять. Либо мы с вами можем создать корректирующий слой. И уже в этот корректирующий слой добавить нашу с вами корректировку. И вот таким образом ее просто накинуть на корректирующий слой. И этот корректирующий слой продлить по всему периметру нашего проекта. И, соответственно, у нас уже в корректирующем слое будут внесены наши все изменения. То есть, видите, вот там, где корректирующего слоя нету, у нас, как и было оригинальное изображение, там, где есть корректирующий слой, то есть новая вот такая вот панелька, там у нас уже произошли изменения. Почему удобнее создавать корректирующий слой? Потому что вы создали, и вообще вот эта вот панелька Lumetri Color, когда вы накладываете какие-то эффекты, затемнение, цвет и тому подобное, она достаточно тяжело, достаточно много занимает ресурса процессора вашего компьютера. И вот, допустим, вы монтируете, монтируете, и у вас может подлагивать в некоторых местах. И чтобы не подлагивать, вы можете, допустим, этот корректирующий слой просто взять и скрыть. Сегодня вы узнали, как делать цветокоррекцию в программе Premiere Pro с помощью панели Lumetri Color. Ставьте лайк под этим видео, задавайте ваши вопросы в комментариях, и вы обязательно получите на них ответ. И, конечно же, подписывайтесь на бесплатную школу видеоблогеров и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующих уроков. Всем удачи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok